добрый вечер коллеги надеюсь что меня хорошо видно и слышно если хорошо то поставьте пожалуйста плюсик или напишите да в чат рада видеть вас всех онлайн напишите из какого города интересно кто у нас сегодня собрался вот наталья спасибо вижу что меня видно и слышно вот кто из какого города какая у вас сегодня погода у нас в смоленске сегодня очень жарко плюс 29 30 вот здравствуйте евгения здравствуйте ольга вот пока вы пишете откуда вот мы будем начинать нашу наш вебинар а сегодня у нас вебинар называется be up to date english teacher а вот это не просто вебинар сегодня у нас будут выступать два замечательных спикера которых все очень хотели послушать на нашей pro english online conference но к сожалению прошлое воскресенье выступления не состоялось потому что с ольгой коза у нас были проблемы со связи так как она была из египта с ириной гринько у нас не получилось из-за болезни вот сегодня наконец-то будет возможность послушать девушек на очень интересные актуальные преподавание темы да всем добрый вечер алексей из москвы но сейчас в отпуске в лондоне здорово алексей хорошо вам провести время в лондоне крымсер санкерополь сейчас посмотрю еще в комментариях санкт-петербург саранск пермь луганск всем добрый вечер коллеги вот и будем начинать первым спикером у нас сегодня будет ольга элькозас ольга учитель английского языка высшей категории с правом преподавания в любой стране мира обладателя сертификата british council а ольга является руководителем официального центра по подготовке к кембриджским экзаменам в городе великие луки также ольга является победителем конкурса учитель года 2017 номинации учитель мастер тичер твейна и сегодня ольга нам будет рассказывать про мобильные инструменты которые может использовать на на своих занятиях а ольга включает камеру микрофон давайте посмотрим ну что ж добрый вечер я надо быть на связи и еще хотелось бы разочек попросить прощения за перейдем а уроки на уроках у нас получается лейд спикерс сегодня с будут я живу на три страны египет украина россия сейчас данный момент нахожусь в украине и попробуем я вижу здесь много у нас тоже ребят из россии и из украины из луганска и я видела что у нас есть даже один сегодня участник из египта не знаю насколько правильно но это здорово такой международный у нас с формат ну что ж сегодня я хочу поговорить с вами о мобильных приложениях сразу скажу что те мобильные приложения которых я вам сегодня расскажу это те которые мы используем на уроках живых уроках то есть face-to-face lessons не онлайн уроки да то есть это такие мобильные приложения которые помогут вам сделать вашу работу более эффективной более интересной они подходят на разных возрастов каждому приложению я буду давать подробные комментарии о том для какого возраста их можно использовать и какие темы отрабатывать и что из этого максимум можно выжить но еще раз повторюсь что это для живых уроков для живого общения потому что конечно на уроке всегда дети приходят со смартфоном и в последнее время уже последние десять лет наверное да мобильные приложения и интернет технический прогресс был просто просто у нас огромный это был огромный шаг вперед и конечно этот бум не мог не отразиться и на нашем с вами учебном процессе и пока мы с вами будем немножечко разговаривать я бы попросила вас взять уже телефон и из google market play market закачать следующие три приложения первое я вас попрошу заказать закачать квизлит закачаем именно на телефон сфотографируйте пожалуйста картиночку потому что мы пойдем дальше квизлит так и называется он это такая синенькая будет вас иконочка с беленькой буквой q в серединочке и следующие два предложения предложения подробное название как они называются именно play market я вам написала сфотографируйте пожалуйста картиночку перепишите себе и сразу начните их закачивать они закачаются очень быстренько и это поможет вам быстрее вникнуть в суть вопроса сразу будем использовать все это дело если у меня останется время то я вам расскажу еще о парочке других мобильных приложений но сегодня основные как на которых я бы хотел сконцентрировать внимание именно этим так ну что я иду дальше аппсор тоже имеет все эти приложения по крайней мере квизлит я уверена по поводу молния qr сканер может они как-то по-другому называются но что-то вам нужно подобно попробуйте найти то же самое на аппсор квизлит там точно есть это я знаю потому что я своим ученикам это скачивала там все эти приложения бесплатны и для работы с ними интернет не нужен интернет нужен буквально только для того чтобы их закачать установить и найти вас подключиться я уже это скажу вам побольше так уже для работы непосредственно на уроке они нет интернет не понадобится в этом плюс этих приложений что они бесплатны доступны и нет необходимости интернет и так очень часто мы с вами чувствуем себя уже без нашего смартфона как без рук правильно потому что мобильный телефон в наше время уже не только для связи но ума также для других каких-либо целей напишите пожалуйста в комментариях пока вы закачиваете программки для чего же вы используете свой смартфон а в ежедневной жизни он у нас уже заменяет очень много разных функций не интересного для чего вы его используете кроме связи конечно да замечательно конечно выход в интернет потому что это сразу очень удобно калькулятор будильник здорово поиски интернет и карты да вот ближайшие места конечно и когда ты вдруг остаешься без телефона ты чувствуешь себя просто как без рук потому что не хватает столько всего ваши ответы в основном совпали конечно с моими ответами то что я делаю ежедневно съемка видео фото это крайне важно для нас с вами как учителя английского языка потому что мы очень счастливы снимать наши успехи успехи наших детей поиск информации конечно да я лично еще тоже оплачиваю телефоны перевожу денежку с карт карт таймер да voice recorder отлично да здорово столько идей у вас да даже оплата коммунальных платежей сейчас уже можно это сделать тоже с помощью смартфона и то что мы с вами сейчас назвали на самом деле это малая часть того как пример как мобильные технологии трансформировали улучшили упростили жизнь миллиардов людей и конечно нет смысла нам с вами закрывать глаза на то что смартфоны существуют и конечно не стоит и глупо было бы закрывать глаза наших учеников и говорить что телефонов нет уберите их и так далее да мы с вами я считаю счастливы нам повезло жить в такой век века высоких технологий они конечно же облегчают нам жизнь меняет таким образом свои свои технологии да меняются дети и конечно должны поменяться мы потому что мы всегда говорим вот дети изменились да дети изменились меняется время значит должны поменяться и мы и соответственно должны мы и поменять свой процесс обучения то что было применимо 30 лет назад уже неприменимо для наших детей так вот те я уже вот специально год прошлый весь учебный год 2016 2017 использовала мобильные телефоны в обычной муниципальной школе это был такой эксперимент у нас то что мы их используем на дополнительных уроках тут нам понятно делать зеленый зеленый свет всегда да в муниципальной школе как правило телефоны запрещены я подошла к директору поговорила с ней она попросила провести мастер-класс для коллег я это сделала и показала вот им немножечко как бы элементы того чего я показываю сегодня вам такой мастер-класс практический как действительно это можно использовать не только на уроках английского языка но и на других уроках после этого директор разрешила нам использовать на уроках английского языка мобильные телефоны смартфоны да и я хочу сказать что я ни капельки не пожалела об этом естественно что мы это делали не каждый урок и не 45 минут как бы да и не 40 минут а это была какая-то часть урока но тем не менее что дало это мне вот в этом году да во-первых дети всегда активные участники никакой ребенок не может остаться в стороне и не работать касается смартфона во-вторых это делает наше обучение более индивидуальным потому что кто-то быстро работает значит он может поиграть в эту игру 2-3 раза и не будет зря терять время кто-то наоборот работает более медленно и ему достаточно будет одного раза проиграть но тем не менее он играл да безусловно мобильные приложения повышают мотивацию детей потому что это им интересно и им им хочется переходить на уроки английского языка они знают что Ольга Олеговна будет интересно даже если сегодня не будет смартфон но будет что-то другое и будет интересно не у всех детей у нас были смартфоны это да я вам объясню почему потому что в основном достаточно одного смартфона на мини-группу вот так если вдруг у кого-то одного нет смартфона значит я даю свой если если вдруг должна быть вот у всех как бы да но так как бы с этим делом проблем не было каким же образом повышает это имидж учителя это имидж учителя повышается тем что вы разговариваете с детьми на языке Ольга Олеговна нас понимает она тоже использует мобильный телефон как и мы конечно все это в клубе повышает интерес к моему предмету повышает интерес к учебному процессу по крайней мере английского языка и мобильные приложения один из тех элементов которые вы можете быть уверены они вынесут с собой из класса и будут заниматься ведь мы всегда хотим вынести наш английский язык за пределы класса вот мобильные приложения это тот элемент который вам поможет это сделать вы можете быть уверены что если вы зададите задание домашнее по мобильному телефону они это сделают они поиграют или даже просто поиграть я вот захожу смотрю что дети играют в любые моменты мобильный телефон доступен 24 часа в сутки 7 дней в неделю не надо куда-то специально ехать в какую-то библиотеку или в специальный интернет кафе чтобы это сделать Натали пишет что qr-code generator подходит есть только для андроид вы можете любой вбить если у вас app store значит введите просто qr-generator и он покажет вам любой подойдет просто тот который я попросила скачать он 100% работает без перебойно на всех приборах на всех остальных кодах в основном те приложения о которых я буду сегодня говорить и другие тоже они развивают не только английский язык не только узкую вот эту специализацию да но они развивают такие базовые способности как память концентрацию детей что тоже немаловажно и на самом деле мобильные приложения они экономят очень экономят наши средства и время вы один раз создали эту игру на определенную тему например там irregular verbs или словообразование или что угодно и потом вы просто уже потратите время только на то чтобы подключить новый класс к этой теме и все не надо печатать карточки не надо распечатывать никакие worksheets они сидят просто и работают ну что ж начнем мы сегодня с квизлит квизлит это бесплатный сервис онлайн для создания и применения флеш карточек различных мы все с вами используем конечно флеш карточки мы знаем что это такое значит это вот на одной стороне допустим слово там картинка ну и на другой стороне там полное слово что еще может быть может быть слово с одной стороны и может быть definition может быть значение слова с другой стороны мы с вами знаем что флеш карточки бывают разные в зависимости от того что нам надо это могут быть карточки на лексику Это могут быть карточки на словообразование, это может быть все, что нам угодно. Плюс этого сервиса в том, что это не просто заучивание флеш-карточек. Там есть игры на эти флеш-карточки, на тот сет, который вы создадите определенный, которые помогут детям запомнить эти слова и научиться их идеально орфографически писать. Ну что ж, сейчас более подробно. Итак, на мобильном телефоне это выглядит приблизительно вот так. Значит, мой скрин-рекордер, который был на мобильном телефоне, немножечко меняет цвет почему-то предметов. То есть вы там увидите синие помидоры, на самом деле они были красные, но здесь почему-то на видео поменялся он на синий помидор. Итак, вот таким образом сейчас у вас на телефоне выглядит кузлет. Вы входите, здесь очень быстренький может быть вход, через Google, например, я вхожу. Занимает все буквально секунды времени. И открывается наш квизлет. Вот здесь вы сейчас увидите папки, которые у меня есть, недавние, самые последние, которые я открывала, игры и сеты. Ну, сет или игра как бы одно тоже. Здесь вы видите мои все сеты, все подряд. А вот здесь группы, да. То есть здесь видно мои группы. В каждой группе я могу организовывать сеты, те, которые нужны только им. И когда я прошу детей зарегистрироваться, они ищут именно вот такую свою группу. А это папки можно отдельно и создавать уже по темам там, допустим, да, по определенным темам. Вот сейчас мы посмотрим, например, вот Young Learners, сет про овощи, да. Значит, у меня есть дети, которые ежегодно, ну, как сказать, ежегодно у меня большое количество детей сдают экзамен, Cambridge Exam, самый первый, Starters. И вот эти игры очень помогают нам с ними, да. Вот этот один из сеток, который я прошу родителей, вот, хочу участвовать в этом деле. Значит, самое первое, что открывается, это просто карточки. Мы видим слово, мы видим картинку, рядом есть звук. То есть они это все слушают. Идеальное произношение, да. То есть не я говорю это. Это все уже автоматически написано носителями языка. Я сама создавала этот сет. Как это создавать, я покажу вам чуть позже. То есть вот здесь ребенок щелкает на картиночку, да, на слово переворачивается картинка. Тут же послушал слово, как оно произносится, повторил, запомнил. Возвращаемся. Следующая игра называется заучение. Очень важно идти именно по этому порядку так, как оно есть. То есть сначала слева направо, да. То есть сначала карточки, это учение, учеба. Затем идет заучивание, это небольшая практика, да. И затем подбор, и затем тест. Очень важно своих студентов научить соблюдать этот порядок. Итак, что же такое заучивание? Нам дается картинка, и ребенок должен записать слово, которое он только что выучил. Вот, например, QCumper в данный момент, да. Потом он нажимает Tick, все пишет правильный ответ. Если вдруг я забыл по какой-то причине, да, вы видите, что там есть у нас кнопочка такая, называется, не знаю. Вот, я нажала не знаю, оно мне выдает, о, правильно, Ted Potato. И мне предлагают просто скопировать данный ответ. В последующем, там дальше, да, дальше он даст вам еще раз эту картиночку, для того, чтобы вы попрактиковались побольше. Как вы видите, ребенок должен нажать буковка в буковку. Правильно, правильно, для того, чтобы ответ был засчитан как правильный. Что такое подбор? Подбор – это суперсоревнование, где ребенок быстро-быстро за какие-то доли секунды должен на сайт нести картинку слова. И они таким образом создают свои рекорды. С метеорами я расскажу, Мария, какой это сайт, я расскажу. Да, то есть вот 12 с половиной секунд мой новый рекорд был, допустим, да. А здесь же он пишет внизу, какой был самый лучший результат. И вы можете играть снова и улучшать свои результаты, причем они будут записываться в группе автоматически. Мы с вами видим, кто там был суперчемпион. Что такое тест? Тест – это задания разные. То есть там 4 типа заданий. Вы можете выбирать количество вопросов, я ставлю максимально, это 10. Вот. И вот первое задание, опять же, да, то есть просто это как первое мы делали, как игра заучивания, да. Пишут слово. Пишут слово. Сейчас задание поменяется. Так. Видишь, то есть нужно выбрать правильное слово. Тест идет не на время, а тест идет на правильное. Сейчас снова поменяется задание. То есть верно-неверно, true-false, да. Вы можете настроить интерфейс, и будет по-английски. Ну, по-русски будет более понятно в данный момент, это не самое страшное, да. Вот, 100% отличный тест. Вы можете делать его дальше, как бы, да. То есть такая рефлексия. Студент сразу видит свой результат. Здесь внизу вы можете пролистать, если это было не 100%, да, то студент может пролистать и посмотреть, что было правильно, что было неправильно. Вот если тик зелененький, вы видите здесь внизу, верно, да, значит, ответ был верный и нормальный. Это вот такие четыре игры. Как вы видите, да, по порядочку мы шли, и все у нас получилось. Давайте посмотрим сейчас другой сет. Вы, кстати, можете найти меня в Quizlet, если он у вас есть. Jasmine underscore Jasmine. Вот здесь вы видите мое название, да. Вот это модуль для более старшего возраста. Это я готовила для, опять же, Cambridge Exam Flyers. Там есть такое задание на definitions, и для kept экзамена тоже есть слово и definitions. Но если даже они не сдают, то это тоже один из интересных видов деятельности английского языка. То есть вот у нас есть слово, и у нас есть definitions. В данном, без картинки, да, в данном случае аудио идет у вас и на слово, и на definitions. То есть произносится и то, и это. Вот карточки выглядят следующим образом, да. То есть он нажимает на слово e-cite. Вот, было аудио. Сейчас оно, конечно, не слышно, потому что говорю я. Вот, а с обратной стороны идет definitions, которое тоже можно послушать аудио. И ту, и другую сторону карточки. Если это слово, а не картинка, то мы с вами прослушиваем, да. Я вам рекомендую, когда вы будете делать сет, больше 10 слов, максимум 12 не делать. Это тяжело заучивать. Так, дальше идет следующая игра, да, заучивание. То есть мы идем, опять же, по порядочку. То есть ребенок читает уже definitions и должен написать слово. Упс, пишет неправильно. Правильный ответ Хоккинг. Мне нужно, опять же, сделать правильный ответ. Вот. Вот я написала слово mil, да. На самом деле, оно было mil is. Там в definitions было написано this. Как для множественного числа. Очень часто наши дети с вами не замечают этих мелочей. Они очень важны, по крайней мере, для сдачи Кембридж-экзаменов успешных. Сдачи Кембридж-экзаменов не fridge, а average. Не mil, а meals. То есть таким образом мы с вами добиваемся идеальной арфографии и идеальной грамматики, скажем так, да, и словаря, конечно. Вот. Следующий подбор. Подбор вы уже знаете, что такое, да. То есть тут оно будет выглядеть так же. Они должны найти слово и definitions, и сделать это как можно быстрее. И также у них будет высвечиваться их результат. Когда у вас группа, то там пишутся, кто же лучше всего справился с этим вот заданием. Вот такие у нас как бы рекорды, да, вот такие результаты. А вот тест, вы уже знаете, что такое тест. Так же, то есть разные типы заданий у нас с вами здесь есть. Так, я немножечко прокручиваю дальше, да. Вот один из сетов. Был у меня словообразование такое, это word formation. Это было для девятого класса. У них есть такая тема. Из глагола мы делали существительное, да. То есть тоже все очень получилось, им понравилось. И дало действительно как бы на контрольной работе свои результаты. Я говорю, вот я сразу вижу, кто справился, кто не справился. Еще есть у меня такой сайт уже для более взрослых студентов. Ну, моего возраста, может быть, чуть старше. Мы с ними изучали тему работа. То есть вот здесь идут как бы слова, да, и идут definitions опять же. То есть я хотела вам показать, что вы можете абсолютно разные делать темы. И как именно это использовать, я могу показать дальше. Так, что же касается Quizlet, он есть у нас не только на мобильном телефоне, на смартфоне, он также существует и в компьютере. То есть существует такой сайт, quizlet.com. И вот так он выглядит. Чем он отличается от приложений? В мобильном приложении, в смартфоне мы с вами видели 4 игры. Здесь же их 6. Все то же самое. Тот же юзер, который у вас был в мобильном телефоне, тот же юзер вы сюда вводите на Google. Вот Jasmine, underscore Jasmine. Пожалуйста, присоединяйтесь. Смотрите сеты, которые есть у меня. Вы можете их переделывать, добавлять к себе. Все здесь очень просто. Вот здесь вы видите как бы те сеты, которые мы только что с вами посмотрели. Мои группы, название групп. Это, говорю, когда ребенок добавляется, вы говорите, мол, ты нашел Jasmine, Jasmine, а теперь ищи свою группу, которая называется solutions elementary, например. Вот это definitions, те, которые были уже для Cat и Flowers экзаменов, я вам говорила. Вот здесь он мне показывает, видишь, что я делала ошибки в слове hockey. Значит, что здесь есть? Вы видите, здесь есть 6 игр сейчас. Есть карточки, есть заучивание. Это как было на мобильном телефоне. Новая игра – это правописание. Что такое правописание? Это своего образа такой диктант. Ребенок слышит, что ему диктуют. Вот, ему сказали a kite, да, и он должен вписать a kite. Ребенок вписывает hockey. Скажите, видны ли мои видео? Все отлично у вас транслируется? Напишите, пожалуйста, видно ли видео, тормозит ли. Слава Богу, да, я играю. То есть, вот такая, как бы, новая игра. Она тоже здоровская, как бы, да. Видишь, произношение разное бывает. Я услышала, например, a French. На самом деле, это будет an apartment. То есть, лишний раз с аудированием с вами знаем, что это очень важно и сложновато. Это будет интересный вид. An apartment. An apartment. An apartment. Вы можете прослушать столько, сколько хотите. Объясните это своим ребяткам, что можно слушать столько, сколько хотите. Вот он прогресс сразу, да. То есть, мы с вами знаем, насколько важна рефлексия, что ученик сам видит свой прогресс. Сколько изучено, сколько не изучено. Вот apartment был неправильный, да. Значит, он в следующий раз вам попадется несколько раз. Так, дальше. Какая еще здесь есть новая игра, кроме мобильного приложения? Так, тест у нас с вами был уже. Подбор тоже есть. Вот гравитация. Гравитация – это то, что мне писала… Сейчас скажу, сейчас скажу. О чем писала мне Мария. Да, Мария. Что это вот эти вот метеориты. Когда у вас нет сетов, у вас есть только метеориты. Эта игра мне тоже не совсем понятна. Я ее не использую, я ее не люблю, я ее не понимаю, но она есть здесь. Она автоматически у всех юзеров как бы есть. Я не знаю, зачем она надо, что с ней делать, но она как бы у нас есть. Также еще вот здесь вы видите, есть момент лайф. Лайф – это когда у вас есть несколько ноутбуков, именно ноутбуков. Не мобильных телефонов, а ноутбуком, ноутбуков, да, то вы можете сделать такие группы. В общем, на официальном сайте Quizlet.com там есть прекрасная демонстрация урока с вот этим лайф, да, очень удачный. У меня, к сожалению, не получалось, потому что у меня нет такого количества ноутбуков в моем классе, чтобы это сделать. Вы можете объединить все несколько сетов. Вот у меня, допустим, Definitions 1, 2, 3, 4. Вы можете все это объединить и сделать такой вот супер соревновательный урок, да, по мини-группам, кто это делает. Так, Мария отличный вопрос мне задает, откуда вставляются картинки. Когда вы создаете свой сет, там дальше у меня в видео сейчас это будет сет, и можно создавать и с мобильных телефонов, и с компьютера, опции совершенно одинаковые. Когда вы создаете сет, он вам пишет, что вы хотите картинку или вы хотите Definitions. И вы сами пишите, и сами все создаете. В бесплатном варианте все, что я вам демонстрирую, это все бесплатный вариант. И картинки там вот, допустим, я не знаю, ну вот Tomato, да, отличная картинка была у меня. Это бесплатная картинка, она была на сайте. Если я вдруг захочу вставить какую-то свою авторскую картинку к этому слову, вот тогда это уже плавно, уже надо переходить на другой уровень. Но я считаю, что и без этого можно сам вот вставить из того, что есть. То есть там на каждое слово дается картинок 20 вариантов, которые ты выбираешь, и выбрать что-то можно. Так, что еще очень важно? Очень важно, следующая часть, я вам говорила, что как учитель я могу в большинстве этих приложений просмотреть прогресс своих учеников. Вот, например, да, то есть я нажала на кнопочку, и у меня выдались результаты, да, я вижу, кто за сколько секунд, что у меня поиграл, сделал, какие были чемпионы. Я могу следующий урок начать с этого, сказать, что браво, супер, great, the best job was done by Anastasia. И она получает супер конфетку от Ольги Олеговны, допустим, да. Я могу посмотреть 10 лучших результатов по всей группке, как бы, да. И я могу посмотреть результат своей редиски какой-нибудь отдельно. Вот, допустим, у меня есть редиска, которая не очень активна на уроке, зовут ее Нюта Герман, допустим, да. Я могу зайти к ней и посмотреть, что она изучила. Да, вот изучено. Я нажимаю, а вот она изучила Pass Simple. Сделала то-то, 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 диктант не сделала, да. Pass Simple другой, там где 65 слов, я вижу, что она сделала диктант, да. И вот так я просматриваю, что было сделано, что не было сделано, и с каким успехом это было сделано. То есть все это, я повторюсь еще разочек, совершенно бесплатно. Как же создать? Вот здесь кнопочка плюс, создать. Вы вводите учебный модуль или сет, он называется, да, название его, так я не знаю, допустим, close. И вот, вот, вот здесь то, о чем я говорю. С левой стороны вы пишете термин, то есть вы пишете то слово, которое дети должны будут ввести потом вам, да. А с правой стороны вы пишете либо определение, то есть definitions, да, либо словообразование какое, если это у вас словообразование, либо вот картиночку, вы видите, что у вас есть изображение такое, да, значок изображения. Вот вы когда на него нажмете, то вы получите несколько как бы изображений. Та же самая система у вас будет и на, та же самая система будет у вас и в мобильных приложениях, да. Секундочку. Та же система у вас будет и на смартфоне. Так. Wait a moment. Я возвращаюсь сейчас. Сейчас, перед тем, как мы с вами перейдем, сейчас я щелкаю свою презентацию сюда, есть ли вопросы у вас по этому сервису Quizlet, все ли было понятно или что-то еще я могу помочь. Так. Как вставить картиночку, да, я вот уже отвечала как бы на этот вопрос, да. Итак, значит так, что по поводу Кристины, конечно, фамилии, да, то лучше, да, я им говорю, чтобы я вас узнала, пожалуйста, хотя бы имя правильное вставляйте. Я предпочитаю раздать интернет, то есть я их прошу дома закачать Quizlet, перенести телефон на урок, и минут 10-20 из урока мы тратим на то, чтобы каждого подключить именно к этой группе, то есть к учителю сначала, допустим, Jasmine underscore Jasmine, потом к своей группе и показать буквально пару раз, как это работает, все. Они меня ищут, да, по логину, который я им говорю, там есть лупа такая, как во всех как бы социальных сетях, куда они вводят и так далее. Они могут, в принципе, видеть все ваши сеты и не только ваши, все те, которые доступны и открыты, и в них играть все. Тесты, нет, я в классе тесты не делаю. У меня есть опыт такой, что вот более при интермедиат, допустим, students, да, они таким образом сами изучали тему у меня. У нас была тема криминал, там были слова и definitions, я говорю, я вам даю 10 минут, изучите, что это такое, и потом мы сразу пошли уже к упражнениям на уроке. Quizlet еще хорош, как и все, в принципе, приложения, о которых я буду рассказывать, еще насколько у меня хватит времени, тем, что это может быть либо spare time, когда у вас остается время, либо как домашнее задание, либо как представление темы, то есть с ними можно делать различные варианты. Платным вариантом, Кристина, я не пользуюсь, потому что бесплатной версии для меня вполне достаточно. Из платных преимуществ, то, что вы можете вставлять в свою картинку, ну, как бы и все. Пока я ничего, как бы, нет, все, что у меня есть, там нет ограниченного количества учеников, которые могут присоединиться. То есть сейчас для меня достаточно вполне того, что есть. Итак, давайте быстренько. Здорово. Так, Мария, да, что я, значит, найду вас и посмотрю ваш сет, если что, добавлю его себе. Вы добавляете свой, мой сет к себе. Итак, форматик выслит до английских заданий. Английское слово-картинка, как я это сделала. Бывают, делают английское слово, русское слово. Я считаю, что это не нужно, но кое-кто это делает. Definitions, уже мы с вами это тоже продемонстрировали. Слово образование, word formation тоже может быть. Paraprising это более сложное задание. Reported speech, такой, как бы, да, он достаточно сложный, но он тоже у меня есть, вы можете его найти. Collocations очень удобно вставлять тоже, да. Например, это verbs and prepositions может быть. Например, get on, get in и так далее, да, там различные варианты, вот такие могут быть. Так, чтобы вы смогли меня найти, я сейчас напишу, как я точно там озвучиваюсь. Вот так, чтобы найти меня в кузле. Так, все, у меня времени остается очень мало, поэтому извините, товарищи, я иду дальше. Итак, следующее, что я хочу рассказать про QR-коды. QR-коды, это они заполнили всю нашу жизнь абсолютно. Покупаю чайник, вижу там QR-код, навожу на него телефон и вижу, что там уже полная информация меня выводит, как бы, да, на сайт, где вся информация по моей новой покупке. Пью чай, и то там есть QR-код со стеклами моего товара, который я очень люблю. Ну, и даже на, забыла это слово по-русски, извините, счет, да, который выставляет нам коммунальные платежи, вот вспомнила, только два дня, как я в Украине, после Египта еще не перестроилась с Аравска на русский. Есть тоже QR-код, да, то есть на самом деле кассир уже наводит на него свой приборчик и считывает быстренько всю информацию, не забивая ее заново уже в компьютер. Так вот, эти QR-коды вполне отлично вписываются в формат школьных уроков, в формат наших занятий по английскому языку. Да, сейчас я вам покажу, как это делается. Итак, для начала нам нужен QR-код Generator Revolution. Что это такое? Это программа, которая нам поможет закодировать ту информацию, какую мы хотим закодировать. Какую же информацию мы можем закодировать? Мы с вами можем закодировать вопрос. Мы с вами можем закодировать сайт, ссылку как бы на сайт, да, для того, чтобы ее было можно быстренько открыть. Большой текст туда мы не вставим, то есть там 30, ну 40 символов максимум может быть в вопросе. Итак, если вы скачали уже эту программочку, да, выглядит она вот так. Вот, допустим, я хочу написать вопрос, да, закодировать его, так сказать. Я вписываю себе его быстренько, там, сколько займет у меня это, ну, секунд пять, да. Например, мой вопрос, мы изучаем королевскую семью, допустим, да. И мой вопрос звучит следующим образом. How old is Prince Charles, допустим, да. Так, дальше. Дальше я делаю слово make. И вот, вот такой QR-код, вот такая картиночка у меня получилась. Я его сохраняю, все их, да. И сейчас вы увидите, он автоматически в телефоне сохраняется просто в галерее. То есть никакие отдельные, дополнительные вещи мы не делаем. Вот, галерея автоматически создается папка, QR-код называется, да. Вот, я нажимаю, и вот мой код с вопросом. Так, дальше. Что я делаю дальше? Дальше я хочу найти ответ на этот вопрос, да. Вот, допустим, вот такой сайт я нашла у себя на телефоне, где есть ответы на те вопросы, которые я зашифровала для своих детей. Вот эту адресную строку я тоже могу зашифровать. И это имеет смысл для того, чтобы не давать детям эти длинные все названия, цифры, буквы. Это невозможно все самому вбить. И не пересылать ссылку. То есть все это тоже я могу зашифровать. Адресную строку с нужным мне сайтом. А с помощью этого. Для этого я нажимаю make another в этой же программке. Стираю свой вопрос предыдущий. И нажимаю вставить, как бы, да. Вставить. Вот вставляется моя ссылочка. Точно так же я нажимаю на слово make. Картиночка. Она у меня сохраняется где? Вот я нажимаю save. И она у меня сейчас сохранится в моей галерее. И сейчас в галерее я увижу две картиночки, созданные мною. Все они аккуратненько, сами, без моей помощи, сохраняются в папочке QR Code. Я вообще ничего не делала. Видишь, уже написано, что там две картиночки. Так, что же мы делаем дальше? А дальше мы с вами делаем следующее. Так. Дальше мы с вами делаем вот что. Вот таким образом у вас сейчас сохраняются две картиночки. Первый – это вопрос, question. Второй – это sign. Чтобы поиграть с этими картиночками, с этими кодами, нам нужна другая программа, которая их считывает и расшифровывает. Предыдущая программа Code Generator, она их зашифровывала. Теперь нужна программа, которая их расшифровывает. Молния QR-сканер. Детям, generator не нужен. Детям, студентам нашим нужен именно сканер. Почему Молния QR-сканер я рекомендую? Потому что он работает с теми кодами, которыми я зашифровываю. Он работает, если я коды распечатаю. Если я их просто сохраню на телефоне или на десктоп компьютера, то есть без распечатывания, QR-сканер читает с любого носителя. Если вы уже его скачали, то вы уже можете этот код применить. Вы можете эту игру сейчас открыть и применить. Если же у вас сейчас еще этого нет, то тогда я вам покажу, как это будет выглядеть у студента на телефоне. Вот у него игра, вот так выглядит значочек. Вот, пожалуйста, вот это вот, то, что я вам сейчас показывала в своей презентации, да, это вопрос. О, навела, и вот, пожалуйста, вопрос высветился. How old is print Charles? Что дети могут взять с этой информацией? Они могут скопировать содержимое просто, да. Они любят, мои студенты почему-то любят это копировать себе в месседж, сохранять. Не знаю, как-то им не нравится пользоваться никакими вордерскими файлами. Они говорят, мы просто в месседж сохраняем и все. Ну, я вам сейчас показала так, как любят делать мои студенты. Вот они идут как бы в месседж. Создают новое сообщение, грубо говоря, да, вставить. Ну, все, и таким образом как бы они сохраняют свой вопрос. Теперь я вам говорю, а теперь вам нужно, как бы вот, я определенное время даю, да. Кстати, чтобы вот этот вопрос прочитать, чтобы этот вопрос прочитать, интернет не нужен вообще. То есть интернет нужен только для того, чтобы его закачать. А вот чтобы перейти на сайт, сейчас я вам покажу, да, вот сайт. Вот здесь нужен будет интернет. Видишь, он вам сразу выдают открыть ссылку. Вот нажимаем открыть ссылку, и она откроется только тогда, тогда вы им дадите интернет. Поэтому я в эту минуту, буквально в эту минуту, я даю интернет, включаю свой как бы Wi-Fi, да, распространяю, я не жадная, у меня его много. И как только я смотрю, что они зашли на сайт, я его вырубаю, и все. Поговорите с директором, Кристина, покажите ей все это. Если у вас будет неделя английского языка, сейчас я дам вам идею, как зашифровать, закодировать всю школу, может. Я так сделала на неделе английского языка, был огромный успех у нас. Так, то есть вот здесь мы видим, что вот дети перешли на сайт, и видят как бы ответы на свои вопросы, вот таким образом, да. Так, ну что, сейчас я еще немножечко займу вашего времени. Никогда не бойтесь показать себя, да. Можно, конечно, бояться и сидеть тихонечко, но вы попробуйте, вдруг разрешат, вдруг получится. По крайней мере, неделя английского языка – это огромная ниша, где можно все делать. Итак, пример урока с использованием этих кодов. Значит, у меня был, например, предновогодний урок такой, да. Я зашифровала два сайта, на которых были написаны информация по Новому году. Если я не ошибаюсь, это был код Голландии, как Голландии встречают Новый год, и Израиля. То есть совершенно два разные, две разные страны, две разные культуры. Да, квесты отлично подходят, сейчас я вам это тоже расскажу, такой пример, да. Значит, задание, я распечатала пять вопросов одинаковые абсолютно для этой группы и для этой группы. То есть я поделила класс на две группы. Класс у меня был маленький, 12 человек. И на эту группу 6 человек, да, получается, нужен всего один смартфон или два максимум, как бы, да. Там вы уже сами смотрите. Распечатанные вопросы я им даю. И они подходят с телефоном. Допустим, этой группе попался, допустим, Голландия, да, вот видите, таким образом, да. Подошел один ребенок, с моего буквально компьютера считал эту информацию с сайта, зашел на сайт, я интернет вырубила. И они потом сидят вот в парах или в мини-группах, как бы их распределить, работают. То есть даже не нужно распечатывать. Быстренько дети перешли, ограничиваете им время. Допустим, я даю вам 10 минут там или 20 минут, чтобы ответить на эти вопросы. Вот здесь вы на нижней фотографии видите листик с вопросами. Они открыли учебник для того, чтобы переводить слова, какие там непонятные, я это разрешаю делать. И вот таким образом, да, а вот теперь смотрите по поводу квестов, да, вот у меня была неделя английского языка в марте месяце, и я закодировала всю школу. Я закодировала 20 вопросов о Великобритании. Здесь разные как бы вопросы. Эти коды я со своей коллегой распечатала, и мы их спрятали по школе. То есть они были за дверью, за какой-то там, на лестнице они были, ну, в общем, в разных местах. И мы детям дали буквально школьный день, то есть 6 уроков, да, с 8.30 утра и до часу дня, чтобы они считывали вопросы. Мы предупредили, что у нас завтра кодовый день, и вам нужна такая-то, такая-то программа. Если вдруг они не закачали программу, я быстренько им передаю ее с помощью ShareIt или любой другой программы, либо на крайний случай мы бы выделили свой телефон на переменку, да. Они по группкам собирались, как хотели, считывали вопросы и писали мне ответ. Потому что когда они считывают вопрос, там был написан, что это вопрос номер один. И они на бумажечке просто писали один, и ответ короткий, да. Мы с коллегой сделали такой бокс в виде красной телефонной будки лондонской. Они складывали туда свои ответы, и игра у нас была такая, что за каждые 5 правильных ответов мы даем пятерку. В общем, игра прошла на ура, так мы и называли его, кодовый день. И замечательно, все прошло в школе, и директор тоже была счастлива, и все остальные учителя завидовали. Значит, я согласна поделиться с вами всеми 20 вопросами и даже дам вам ответы на эти вопросы. Вы оставьте мне, пожалуйста, в комментариях свой имейл для того, чтобы я это выслала вам, да. У меня есть папочка, архив. Я вам пришлю эти вопросы, 20 вопросов, те, которые сделала я, и пришлю отдельно, где есть ответы. О, кстати, ответы даже мы не проверяли. Мы посадили 11 класс, и им было лишний раз. Это здорово почитать, посмотреть и сделать тоже, да. То есть, конечно, студентская самостоятельность, ученическая самостоятельность для нас превыше всего. Время у меня заканчивает, так, к сожалению, я могу делиться еще очень много этими мобильными приложениями, да. Но я хочу вам сказать, что мобильные приложения – это всего лишь один из многих инструментов наших, с вами, нашего учительского мастерства. Никто не заменяет объяснение, никто не заменяет домашнее задание, никто не заменяет reading, да, но мобильные приложения стоит пробовать. Единственное, что, конечно, когда вы открываете сайты с рекомендациями, да, там сотни этих приложений, как же выбрать то, что подходит именно моим студентам. Сегодня я рассказала только о трех. У меня еще есть в запасе несколько других. И очень скоро будут вебинары мои на другие темы. Я поделюсь с вами бесплатным профессиональным словариком. Я поделюсь с вами отработкой неправильных глаголов в суперинтересной игре, бесплатной абсолютно. Я поделюсь с вами «Класс Дужу» – это электронный журнал, который, боже, он подходит и для детей, и для взрослых. Это просто ноу-хау одного американского университета. Поделюсь с вами, кто проводит онлайн уроки тоже. Есть замечательная новая совершенно финанская платформа. Она лучше, чем Skype работает для онлайн именно уроков. Поэтому, пожалуйста, оставайтесь на связи. Кто скачал QR-сканер, вы сейчас можете пройти на мою страничку, которая вот здесь зашифрована. Кто не скачал, тогда вот вам в ВК. Меня можно так найти, Ольга Лькозас. Я оставляю вам ссылочку. И у меня есть группа, которая начала буквально вот сейчас, месяц назад. Teaching in the 21st Century. Пожалуйста, присоединяйтесь. Вся информация по моим следующим вебинарам, по моим следующим выступлениям будет вот на моей страничке. И я очень надеюсь, что Катерина еще нам устроит тоже несколько таких встрясочных конференций для вдохновления. И я смогу еще чем-то интересным поделиться для вас. В группе, говорю, будут все мероприятия выложены. А вот здесь, значит, коротко, upcoming event, самые ближайшие, которые будут, 25 августа, это суббота. Я провожу свои вебинары обычно в субботнее время, в 8 часов. Будет вебинар по кембриджским экзаменам. Я всю жизнь к ним готовлю, я их очень люблю. И много вопросов поступает по этой теме, поэтому я специально это бесплатно будет в вебинар. То есть, соединяйтесь, пожалуйста, на моей страничке уже есть ссылочка на это мероприятие, записывайтесь. Значит, мы будем говорить о том, как убедить же родителей, мы так понимаем, что это такое, как убедить родителей в этом, что дадут вам эти кембриджские экзамены вам, ученикам, их родителям, и вопросы подготовки, то есть, что самое главное для успешной подготовки. Да, Елена, запись у нас будет, будет обязательно. Катерина все выложит у себя на страничке и на своем канале в YouTube. Я у себя тоже буду выкладывать. В сентябре будет обучающий курс для преподавателей, которые начинают готовить к кембриджским экзаменам, либо которые готовят, но у нас же обновления есть, особенно для Young Learners в этом году, как до 2018 года. Поэтому это будет целый обучающий курс. Для каждого экзамена будет свой курс, который длится недельку. После обучающего курса вы даже получите у меня сертификат о том, что вы прошли такую подготовку. Там будет конкретно о том, как различные секретики успешной подготовки во всех четырех частях экзамена, какие учебники использовать, как построить курс за год, какие материалы использовать онлайн, какие печатные материалы. Так что кому интересно кембриджские экзамены, пожалуйста, не теряйтесь. Я думаю, что я смогу вам помочь. У меня около сотни детей издают ежегодно, издают очень хорошо. И как экзаменатор тоже я знаю, на что надо обратить внимание. По поводу мобильных приложений и электронных также вот девайсов, да, вот я вам уже так немножечко сказала, что у меня будет класс-дужу конференция, вебинар тоже, да, и эта же тема про класс-дужу будет в Олимпу спеха проходить. Та же самая тема. В конце сентября, когда я уже закончу курсы по подготовке к кембриджским экзаменам, я буду проводить леодемию по поводу преподавания онлайн, это система финанская новая, о которой я вам уже говорила. Так что оставайтесь, пожалуйста, на связи, не теряйтесь. Я надеюсь, что информация была полезной для вас. Если есть вопросы, пожалуйста, пишите. Я еще минуточку займу времени у Екатерины и у следующего замечательного спикера Ирины, потому что я очень долго хотела с вами пообщаться онлайн. Запись этого вебинара с другими тоже мобильными приложениями есть, но все-таки онлайн общение ничего не заменит, живого такого общения. Здорово. Так, ссылочка на мою страницу. Давайте я сейчас вам тогда сразу поделюсь. Я сейчас выложу ее вот здесь. Это кто-то не скачал, значит, приложение, да? И вот ссылочка на группу мою тоже. Я уже вижу, что вы добавляетесь. Так, и еще, кто вдруг не успел прислать мне свой имейл, чтобы я поделилась с вами кодовым днем, у вас еще есть возможность это сделать так же у меня в ВК. В ВК мы основной инструмент, Facebook никак я не могу, вот сколько уже, я знаю, что международное общение лучше в Facebook, но в ВК пока мне нравится больше. Ну что ж, вопросов больше нет. Спасибо вам за ваше внимание. Екатерина, я могу уже тогда отключаться. Если что будет, я увижу вопрос, я остаюсь на линии, я буду отвечать всегда в чате. Да, хорошо, спасибо большое, Ольга. Очень интересная была информация про приложение. Да. Спасибо. Продолжение следует...